Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. У Сацумы, Ганновера и Патри появился новый, мощнейший конкурент в супертяжелом весе. Лишь Ушаков может быть спокоен, ибо он вне конкуренции и немножко вне логики. Итак, чем же так хорош новый суперлинкор Мэн? А он не просто хорош, а шикарен. И сейчас вы поймете, в чем дело. Но сперва стоит отметить, что Мэн уже стал доступен для простого получения за серебро в соседней вселенной World of Warships. А в мире кораблей он пока только тестируется. Но скорее всего появится в игре в недалекой перспективе. И очень интересно то, что пока, чисто по ТТХ, версия Мэна в мире кораблей выглядит мощнее, так как у него нет ульты, но зато быстрее перезарядка главного калибра на 3 секунды. У нашей тестируемой версии 32 секунды, а у версии World of Warships 35. Это серьезная разница, и для Мэна это явно полезнее, чем наличие ульты. И скоро вы поймете почему. В этом видео мы смотрим в боях версию Мэн из World of Warships. И мои практические впечатления основаны только на ней. На тестируемой версии линкора в мире кораблей я пока не играл. Поэтому могу лишь предположить, на основе опубликованных ТТХ в блоге разработки, что наша версия будет еще круче, если до релиза ее, конечно, не занерфят. Итак, Мэн это супер Монтана, но с рядом важных улучшений. Во-первых, у корабля не просто больше боеспособности, 115 тысяч против 96, но и корпус гораздо более приземистый. Он ниже, чем у Монтаны и более узкий. В него реально влетает урона меньше, чем в Монтаны. К тому же с бортов у него двуслойная броня и более компактная цитадель. Единственное, что она расположена выше, чем у Монтаны. Поэтому в прямой борт Мэн в теории может выхватить больше. Но на практике, поиграв на корабле World of Warships сам и постреляв по другим Мэнам, я бы сказал, что наоборот. Даже в борт Монтана выхватывает чемоданы более стабильно. А по Мэну, даже если хорошо попал, то урон все равно получается не такой сокрушительный. Возможно, из-за двуслойной брони. Также у корабля ощутимо мощнее ПТЗ – 51% против 37%. И гораздо мощнее ПВО, в том числе за счет мощной дальней ауры, которая у Мэна имеет урон 401, а у Монтаны лишь 175. К тому же в World of Warships у Мэна имеется ульта с такими параметрами, которая в том числе усиливает урон ПВО на 25%. В итоге АВИкам атаковать Мэна весьма неприятно. АВИАНОСИЦ ВРАГА ПОТОПЛЕН Также ульта серьезно уменьшает урон с пожаров и затоплений на некоторое время и кажется весьма полезной. Но на практике, поиграв на версии корабля в World of Warships, я скажу, что самый кайф корабля – это его орудия, а ульта – лишь вишенка на торте. Приятная, но не особо-то и полезная. Ведь линкор и так отлично живет за счет приземистой геометрии корпуса и большого количества боеспособности. Ульта – это по сути дополнительная ремка с усилением ПВО. Да, неплохо, но не более того. Мэн все-таки не линкор ближнего боя. А на средних и дальних дистанциях он и без ульты живет отлично. Боеспособности ему вполне хватает. А вот мощи главного калибра много не бывает. Тем более он здесь просто превосходный. 16 орудий от Монтаны – это жестко. Ваншоты – мощнейшие плюхи. Урон корабль набивает так быстро, что я не помню, чтобы другой какой-то линкор мог бы так же. Ни Сатсума, ни Патри – так быстро урон не набивают. Да и не мудрено. Ведь 16 орудий калибра 406 мм, пусть и с Сигмой 1.7, но с американским модулем на точность в шестом слоте – это слишком мощно. Я бы сказал имбово. К примеру, у Коломбо тоже 16 орудий, но там Сигма 1.6. Нет такого мощного модуля на точность. И калибр 381 мм. Еще у Мекленбурга 16 орудий с отличной точностью, но калибр 305. Что уже не серьезно. Так как белый урон набивает, но кабинеты так не ломает и тем более не ваншотит, как залп 16 орудий мэма. А мэн просто крушит, рвет и быстро влюбляет в себя. Это вам не кораблик для галочки или коллекции, а лютейший аппарат нагиба. Дамажит отменно, живет отлично. С ультой в World of Warships живучесть, я бы сказал, вообще избыточная, если не упарываться в ближний бой и не ловить с торпеды пачками. Поэтому 3 секунды времени перезарядки главного калибра у версии линкора в мире кораблей выглядят явно предпочтительнее ульты. Из недостатков, по сравнению с Монтаной, стоит отметить несколько худшую маневренность и маскировку. 14,3 против 14. Но это незначительно и мало на что влияет. К тому же скорость корабля чуть выше. Сборку я бы советовал следующую. В третий слот модуль на дальность главного калибра, так как корректировщика у Мэна в отличии от Монтаны нет. А с модулем дальность выходит отличные 28,1 км. В шестой слот, конечно же, модуль на точность, чтобы подправить недостаток силы. Сигмы 1,7. Да и вообще, мэн играется не от стрельбы по КД. Ему важно выбрать момент и влить сокрушительную мощь своих 16 орудий в бедную цель. Перки следующие. Сверхтяжелые бронебойные снаряды я бы советовал тоже брать однозначно. Так как с этим перком урон снаряда становится 14,513 против 13,513. При 16 снарядах разница весьма ощутима. А штраф к живучести от этого перка мэн переваривает отлично. Играется корабль, как Монтана, только изрядно разозлившаяся и более живучая. Практически каждый выстрел вознаграждается приятными цифрами урона. При этом сквозняков мало. Все как у Монтаны, которую многие считают одним из лучших линкоров в игре. Поэтому неудивительно, что ее улучшенная версия с 16 орудиями это просто нечто эпичное. Так что кто играет в World of Warships, то мэна берите смело. А игрокам мира кораблей пока можно надеяться на еще более крутую версию корабля, которая имеет все шансы стать лучшим суперлинкором игры, если не занерпят до релиза. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедаи. Субтитры сделал DimaTorzok Ваша команда близка к победе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok